Я попрошу людям Жаркова Максима, жителей Южного Путова Нам говорят, вот вы против метро, против развития Вы не хотите, чтобы людям было хорошо Южного Путова жители 2009 года ждут строительство метро Им говорят, у нас нет денег Так вот же, есть деньги И строить легкое метро гораздо дешевле и быстрее, чем подземное Ну Максим сейчас расскажет все сам Прошу Максим Готовится Папанов Олег, житель Гагаринского района Да, спасибо большое, Леон Я житель Южного Путова, Жарков Максим Приехал к вам, чтобы рассказать вам нашу историю Собственно, у нас Путова делится на две части Одно слева от Варшавского шеста, другое справа, окруженная областью И вот в одной части у нас есть метро легкое с тремя вагонами Но все-таки есть возможность людям добираться до работы А другая, она отделена на 5 километров в Варшавском шоссе И по ней просто невозможно добираться до ближайшей станции метро Невозможно добираться до работы Если летом путь, хотя мы живем в Москве, да Путь до метро занимает максимум полтора часа То зимой это может быть и четыре часа в пробке Если происходит авария, автобусы просто категорически не идут Мы можем дождаться бесконечное время То есть никак не попасть в рабочее свое место Никак не попасть в магазины, в развлекательные центры, которых у нас не строят Почему это происходит? Потому что развивать наш район властям невыгодно Там не строятся новые жилищные комплексы, как было верно замечено Выгодно, как мы видим, строить метро в коммунарку Видимо, чтобы на плакатах про новые ЖК вешалось лейбл Что у вас будет целых две линии метро рядом Но дайте нам, пожалуйста, хотя бы одно Дайте нам то метро, которое нам нужно Не строить его там, где оно просто мешает и может разрушить дома жилые и людей Спасибо Спасибо, это Максим Жарков, житель района Южной Бутова Олег, прошу Сейчас Готовится Татьяна Редькина Татьяна, вы здесь? Хорошо Здравствуйте Большое спасибо, что вы пришли сегодня сюда Я хочу сказать про 79-й дом, в котором вот я всю жизнь живу, я родился И рядом с которым непосредственно планируют построить станцию улицы строителей И я хочу сказать, вот здесь была уже поднята тема о доверии к проектировщикам Они нам рассказывают, что мы им должны поверить Вот у меня есть некоторые сомнения Три сомнения, которыми я хочу с вами поделиться Сомнения номер раз Они впихнули станцию улицы строителей между 81-м, 79-м и 77-м домом 79-й дом прямо посередине стоит этой станции Мне очень интересно, о чем думали эти люди Когда планировали станцию улицы строителей с выходами Около дома на Ленинском проспекте У которого практически у единственного есть жилые квартиры На первом этаже с выходом на Ленинский проспект Вот о чем они думали Что у них в голове происходило Они зумуровать их хотели Чтобы они под эскалатором там жили То есть не просто идет нарушение прав людей Людям реально будет украшать жизнь Как они там должны будут жить в этом шуме В этой пыли Под эскалатором Они нашли дом, у которого Жилые квартиры уходят на Ленинский Другие дома там До второго этажа все нежилые помещения Единственный дом нашли И впихнули туда улицы строителей Молодцы, в общем, подумали о людях Либо это халтура Либо это Либо они там не живут Либо проектировщики не живут в этом О людях можно не думать Это первый Первое мое сомнение Второе мое сомнение Вот в нашем доме 79 Говорим конкретно Это не то, как к нашему дому относится В ближайшем доме мы тоже относимся Но так как я живу в 79 доме Я говорю конкретно о 79 доме Рядом с третьим подъездом Ребята наши пробили подвал Пробили фундамент здания Сделали сквозной проход Со двора на Ленинский Этого не было в доме То есть пробито Несущие конструкции здания Пробит фундамент Пробита стена Все пробито Слушайте, как они проверяли Сохранность нашего дома Прочностные характеристики нашего дома Если никого из них не было На нашем доме То есть у нас есть факт Поврежденного здания Это пробито под швом здания Это самое уязвимое место Многоквартирного дома Никто нам фундамент не проверял Никто его не укреплял Вопрос об этом даже не обсуждается Ни один фундамент не проверен По трассировке маршрута Это что, проектировщики? Они о чем думают? Это халтура? Или это у них умысел какой-то? Что они не знают В каком состоянии дома находятся? И третье мое возражение Вот есть известный факт 77-й и 79-й дома Полейскому проспекту Они находятся на болоте Можно посмотреть документы Карту мост Геотреста Там это болото большое Нарисовано, обозначено У нас есть Семеновский пруд Там уточки правуют Можно сходить туда, посмотреть Это вот кусок, оставшийся от этого огромного болота Вот я еще раз хочу понять Что происходит в головах у этих проектировщиков Когда они смотрят на карту Находят самое большое болото И на этом болоте планируют станцию метро ультстроителей Я специально посмотрел карту архивную На всей трассировке нету больше такого болота Там нету болота Они нашли болото и спректировали там станцию ультстроителей Вот это еще вопрос Это халтура или это умысел? Умысел Поэтому вот как можно доверять людям Как можно доверять проектировщикам Которые наплевали на людей Которые живут и будут жить по эскалаторам Которые живут на первых этажах И окна которых будут ходить прямо в середину стройки Как можно доверять проектировщикам Которые ничего не знают о жилищном фонде Рядом с которым они строят Пробитом, изуродованном Уже подвернутым беспредельной эксплуатации Которые по многим домам У нас эта ситуация Подвалы украдены И входы пробиты Фундаменты повреждены Да И которые впихнули В самое уязвимое место на карте Станцию метро ультстроителей Ну как им можно доверять? Мне кажется, им доверять нельзя Как вы считаете? Конечно Нельзя Спасибо Вот я хотел поэтому обратиться К депутату Московской городской думы И депутату Государственной думы С предложением внести в резолюцию Следующее указание Что строительство станции метро улицы строителей Которая будет рядом с 81, 79 и 77 домом Напрямую угрожает сохранности этих домов Все, спасибо Спасибо Уважаемые соседи и друзья То, что говорил Папанов Олег Алексеевич Совершенная правда Я Махаша Вахатайпич Житель дома 79 Квартира 68 Первый этаж Окна которой выходят только на Ленинский проспект Рядом со мной находится такая же квартира Тоже выходит на Ленинский проспект Это третий подъезд Окна наших квартир во двор не выходят Это правда Теперь по поводу пробитых стен 2007 год, примерно июль То есть 13 лет назад Я на тот момент старший помощник Зюзинского межрайонного прокурора города Москвы Я в выходной день вдруг вижу Что пробивают стену, но не подо мной А под тем самым соседом Который живет в 67 квартире Мне звонят, кто не помню И говорят Вахатайпич, вы известный человек Уважаемый, как вы позволяете Я выхожу Прораб Армянин по национальности Говорит А мне сказали, что здесь жилых Квартир нет на первом этаже Я его привожу Показываю ему, супругу Себя, дочь На тот момент 13 или 14 лет девочка Говорю, вот мы живем Вы можете зайти убедиться Это заказчик или тот, кто там водворился Это был Роберт Я сейчас не помню Честно говоря, не то Аганессян Не то Петросян Те, кто живет на Ленинском, знают Вот это парикмахерская целюрня На украинский манер Как ее называют? Пегас Это вот он С разрешения управы Продажных чиновников ее и префектуры Пробил фундамент и стену дома А потом пошло и дальше Так что то, что говорил оратор По плану Я позволил себе дополнить Чтобы вы убедились в том Что это совершенная правда Четыре окна Две квартиры Жилые На первом этаже В третьем подъезде Ленинского проспекта Дом 79 Выходят как раз Вот на эту самую стройку И больше никуда Спасибо вам большое Спасибо Спасибо Да Спасибо Татьяна, прошу вас Здравствуйте Меня зовут Татьяна Редькина Я живу на Дмитрии Ульяново 4 Я хочу Немножко вернуться к самому проекту Который, когда мы увидели Мы по поводу этого проекта Задавали самые разные вопросы Я хочу остановиться на теме Почему собственно Мы с самого начала спрашивали Почему метро строится Самым негуманным способом А именно открытым способом То есть открытые котлованы Мелкое залегание Много рисков В общем-то уже нигде в мире В старой застройке Таким способом метро не строится И в общем-то ничего вразумительного Мы не получали В ответ кроме того Что это дешево То есть приходит застройщик Выигрывает тендер Говорит Я по самой низкой цене Я вам берусь построить Получает прибыль А все риски Ложатся на местных жителей То есть мы с вами Будем платить По всем неустойкам Которые могут иметь место И на наш вопрос А каковы гарантии То есть вот Покажите нам Заключение договора Со страховой компанией Где вы риски Третьих лиц застраховали Нам не отвечают Единственный ответ Верьте нам У нас есть опыт Посмотрим на их опыт Метро Сокольники Все мы знаем Когда планировалась Эта стройка Нам говорили Что там будет сохранена Липовая аллея Что станция будет строиться Закрытым способом Но что-то пошло не так И что сейчас собой представляет Эта Липовая аллея Все мы хорошо Наверное знаем Бетонная В общем-то пустыня Мы умеем проектировать Говорили нам Верьте нам Посмотрим на строительство Станции метро Народного ополчения При пересечении Проспекта Маршала Жукова Вдруг неожиданным образом Когда уже фактически Подошел щит Выяснилось Что по центру Проспекта Маршала Жукова Где планировалась Станция Ровно под проспектом Проложена коммуникация Ну вот как-то так случилось Что везде Коммуникации прокладываются По какой-то Из сторон проспекта Справа или слева А вот здесь По центру Ребята А вы Исследования проводили Как результат Станцию метро Конечно Перенесли чуть-чуть Вперед Но при этом Срочным образом Выселили Четыре дома За полгода В июле Было собрано Совещание Местной управе Перед Новым годом Все жители Были выселены Среди этих домов Конечно Были и пятиэтажки Которые вошли в реновацию И морально были готовы К выселению Хотя и не так срочно Но хороший Качественный Прочный Блочный Девятиэтажный дом Он в общем-то Люди Были просто Вышвырнуты Из своих квартир И очень быстро В связи с этим Когда опять же Мы продолжали Задавать вопросы А какая вы гарантии Кроме ваших обещаний Вы нам дадите Вот письменный договор Нам говорили Ну в общем Верьте нам В связи с этим У меня большая просьба К вам Денис Андреевич Мы вот тут написали Такое предложение О внесении изменений В Городостроительный кодекс Российской Федерации О финансовой ответственности Застройщика Перед жителями И собственниками района На период Этой самой стройки Если можно я зачитаю Просто чтобы не пропустить важное На стадии обоснования Инвестиций Проекта любого объекта Капитального строительства На территории населенного пункта Учесть затраты На компенсацию Материального и морального вреда Гражданам Проживающим в зоне влияния Проведения строительных работ Определить зону влияния Как зону с радиусом Ну к примеру Тысячи метров Это конечно надо Ну над этим надо работать Над цифрами Разделенные на Какие-то подзоны Там красная Не дали Ста метров от объекта строительства Оранжевая Не дали Пятисот метров Ну и Все остальное Не дали тысячи Определить перечень факторов влияния Девальвация стоимости жилья Связанная со строительством Объекта любого назначения И любой формы собственности Ухудшение качества Городской среды На период строительства Ну Возьмем от одного месяца Потому что все мы понимаем Что какие-то аварийные работы Тем не менее Ну как бы вот это Безусловно Имеет место быть И оно должно проводиться Ухудшение качества Связанное с шумом Загруженностью дорог Строительной техникой Мелкодисплюзационной Бетонной пылью И так и тому подобное Дополнительные транспортные расходы Связанные с ограничением Опций подъезда к дому Остановками общественного транспорта Объектами социально-культурного назначения Ухудшение условий проживания Связанное с введением Эксплуатации ОКС Общее уплотнение застройки Появление дополнительных автомобилей Людей на территории Всех зон влияния Ухудшение условий инсталляции Ухудшение общего состояния экологии Ухудшение базовых показателей Комфортности городской среды Таким образом предусмотреть Материальные компенсации В размере не менее 0,1% стоимости Кадастровой стоимости Жилья гражданина Прописанного и проживающего В зоне влияния Зона А 100% Зона Б 75% Ну и последняя зона 50% За каждую неделю Производство строительных работ И 10% от кадастровой стоимости Жилья гражданина Определенные до начала Строительства объекта Единовременно после ввода Объекта в эксплуатацию Я отдам вам эту бумагу Нам кажется Что в данном случае Если все эти Компенсации А точнее Назовем вещи своими именами Мы с вами будем платить По всем рискам Так вот Если за эти риски Будет строить застройщик Будет платить застройщик И проектировщик И будет их включать В расчет стоимости За строительство безопасного Метро глубокого заложения Может быть уже не окажется Таким дорогим По сравнению Суворовским строительством Открытого заложения Спасибо Спасибо, Татьяна Друзья Приглашается Житель района Нагатина Калинчев Сергей Сергей как раз и расскажет То, чем столкнулся Он и его соседи В связи с строительством Станции метро Кленовый бульвар Правильно? Правильно, да Здравствуйте Я Сергей из Нагатина Я приехал Чтобы как раз Тоже обратить внимание На проблемы нашего района Чтобы КПРФ Тоже нам Помогла У нас Нагатина Строят Большую кольцевую линию Две станции Нагатинский затон И Кленовый бульвар Кроме того У нас сейчас Уже хотят Начать строить В нашем районе Бирюлевскую линию Метро От моего дома До Котлована 20 метров Вот Я вам хочу рассказать Каким образом Строят метро Мы это уже На себе ощутили Есть такая технология Которую сейчас применяют Называется Стена в грунте То есть сначала Приезжает Гидрофреза Которая делает Грубо говоря Канаву в грунте Она работает И днем и ночью Когда она работает Весь дом трясется Буквально Тарелки Звенят Очень жутко Работает она И днем и ночью Закон о тишине Не соблюдается Потом Уже после того Как В эту емкость Заливает бетон Они начинают Снимать Отбойными молотками Где-то Порядка Полуметра Бетона Это тоже Шум Постоянный Дом Соседний С моим домом Кленовый 25 Уже Дал осадку 9 миллиметров Нам говорят Это все Ерунда Предельно 30 миллиметров Если какие-то Начнутся проблемы Мы начнем Принимать Меры Когда мы еще Начинали Нашу деятельность Мы писали Письма В различные Организации Мы получили Замечательное Письмо Из департамента Строительства Москвы Суть Письма В том Вы не волнуйтесь Если ваши дома Получат Повреждения Мы вас Переселим Вот А мы Не хотим Переселяться Понимаете Мы хотим Жить в нашем Нам нравится Наш район Мы не хотим Никуда Переезжать Поэтому Нужно бороться Нельзя Успокаиваться Нужно бороться Дальше Все Всем привет Большое спасибо Сергей Как раз Жители Района Гатина Непосредственно И столкнулись С тем Ужасающим Лицемерием От чиновников Правительства Москвы Я хочу Прикласить Ефремову Ирину Жителя района Академический Готовится Ирина Лобань Ирина Прошу вас Добрый вечер Меня зовут Ирина Ефремова Я ваша соседка Из Академического Района Живу на улице Большая Черенышевская Дом 2 Курпус 6 И в непосредственной близости От моего дома Будет проходить Конечная станция Кванарской ветки Планируется Спасибо за поправку С пересадкой На станцию Московского Центрального Кальса Крымская Конечно Я когда узнала Об этом Я была в ужасе От того Что вообще Планируют Сделать С нашим Прекрасным Зеленым Уютным районом Знаете Многие чиновники Обвиняют Нас В эгоизме Что Данный проект По их словам Очень необходим Жителям Коммунарки И Троицка В дальнейшем Которые смогут Быстрее добираться До Москвы Там где они Учатся Работают И поэтому У меня Родилась На мой взгляд Замечательная идея А давайте Направим Вот те 69 миллиардов Рублей Выделенные На данный Проект Направим их На развитие Социальной инфраструктуры Троицка И коммунарки Обеспечим Людей Рабочими местами Построим Больницы Бизнес-центры Магазины Поликлиники И таким образом Жители Коммунарки И Троицка Смогут Ходить на работу И на учебу Рядом с домом Им не придется Каждый день Ездить до Севастопольского проспекта Скажите Соседи Я прошу Поднять руки Кто за То чтобы направить На развитие Коммунарки Троицка Ну вот Я вижу Практически Иногласно Спасибо Еще добавлю Что изначально Планировалась Улица Новаторов Которая Соединяется С большой Кольцевой Линией Конечной Станции А остальное На мой взгляд Это бессмысленный Аппендикс И единственный Кто в нем Заинтересован Это чиновники Поэтому да Возможно Мы проявляем Эгоизм Но только По отношению К чиновникам А не по отношению К жителям Коммунарки И Троицка Поэтому Прошу меня Поддержать И требовать От правительства Направить 69 миллиардов На развитие Социальной инфраструктуры Коммунарки Троицка Спасибо С вами была Житель Агримического района Ирина Ефремова Спасибо Ирина Я прошу Подойти Ирина Георгиевна Лобань И готовится Татьяна Ивановна Десятва Добрый день Дорогие Соседи Друзья Я Житель Ломоносовский 23 Это около Метро университет Я хочу Одну минутку Напомнить вам Что в шестом году Около метро университет Затевалось Грандиозное строительство Торгово-развлекательного Центра С 790 тысяч Машин и мест Жители 23 Дома По Ломоносовскому Встали на защиту Площадью Метро университет Обратились Во фракцию КПРФ И С тех пор До сих пор Мы защищаем Площадь От застройки Вот вы говорили О застройщиках Да Они никуда Не уходят Нам предлагали Вы Переселиться Из этого дома Мало того При принятии Генплана В 2010 Году 5 мая Было поставлено Застройщиком Условие Значит Площадь У метро университет Будет Транспортно-пересадочным Узлом Да Застройщик Уходит Но дом 23 По Ломоносовскому Идет на снос И вместо него Будет тот Торгово-развлекательный Центр Который Хотел строить У метро университет Сегодня 20-й год Но борьба Продолжается До сих пор На станции Метро университет Нет таблички Что это памятник Архитектуры Почему? Мы не знаем С фракцией КПРФ Мы все время работаем Жители работают Постоянно с фракцией Эта площадь Стоит Благодаря фракции КПРФ В Государственной Московской Городской Думе Это я вам говорю Не из-за того Что делаю рекламу Я говорю о том Что это была Планомерная работа Жителей С депутатами Московской Городской Думы У них много забот Много районов Много проблем Но если жители упорны Они готовы и ночью Приезжать к нам И защищать Вот тот садик Который вы сейчас видите У метро университет Он защищался палатками Мы разбивали палатки Чтобы нам его не срубили И то У остановок У Ломоносовского Вырубили большие Вот такие вековые деревья Вы видите это И сейчас Я хотела обратиться К муниципальным депутатам Гагаринского района Вот у меня распечатка О том Что будет благоустройство Этой площади На самом деле Есть проект Проект 4 года назад Там был С машиномест Машиномест давали 1690 Под землю И до 4 этажа Вот дома рядом 23 В котором я живу Значит Сейчас говорят Что будет благоустройство И уважаемые депутаты Гагаринского района Муниципальный Будьте осторожны Когда вы пишете Пустыри У метро Южного Наш Южный У Юго-Западе выход А там Северный Будьте аккуратнее Вот эти пустыри Ставили Торговый центр На площади Поэтому Будьте аккуратны Когда вы пишете О благоустройстве Района Хорошие благие намерения Наши Но Инвестор не дремлет Площадь наша По-прежнему Здесь будет защищаться Я солидарно С вами Да И завершаю И хочу сказать Только ваше единство Упорство И систематическая Работа С тем депутатом Которого вы выберете Пусть это будет Любая фракция Но вы должны работать Планово И систематически Они должны знать вас И вы И тогда ночью Вам не страшно будет Ни метро приезжающий Копать вам что-то Не будет никого Около ваших домов Я желаю всем нам Победить Ура Спасибо Сейчас начинается дождь Поэтому знаете Будь я представителем Коммунистической партии Советского Союза Я бы сказала Что с чувством глубокого Удовлетворения Отмечаем Что встреча прожла На высоком идее На организационном уровне На самом деле Товарищи Действительно Встреча у нас получилась С вами замечательная Ну во-первых Подняли Актуальнейшую проблему Во-вторых Вы увидели Что Вот коммунисты Это совершенно нормальные люди Когда вам говорят Что там все старые Такие Абсолютно нормальные люди Активные Болеющие за Те же самые проблемы Что и вы Что здесь Вот например Находится Первый старь Октябрьского райкома КПРФ Лена Корчагина Я первый секретарь Севастопольского райкома КПРФ Который здесь рядом Мы вернулись К нашей советской системе Но вообще хочу сказать Что коммунисты Они есть Они есть в Москве Есть в России Есть во всем мире Я просто волей судеб Занимаюсь международными вопросами Солидарности в нашей партии Вы знаете Больше 150 партий Во всем мире И посмотрите Каких успехов Потихонечку Потихонечку добиваются Поэтому Вот недавно Мы отметили Например Что 5-летие Со дня рождения Купарки Чили Кто помнит Лозунг чилистских коммунистов Пока мы едины Мы не победим Вот на это Автомистичная нота Спасибо Большое спасибо Друзьям Денис Андреевич Денис Андреевич Да Уважаемые друзья Поскольку действительно Погодка начинает хмуриться Есть предложение Нам завершать Подготовлен текст Заявления Участника встречи Мы сейчас тогда попросим Ливона Смирнова Его быстренько озвучить Затем Если вы его поддержите То это ляжет в основу Всех наших дальнейших действий Будем считать Что это ваш наказ Пожалуйста Ливон Заявление участника Встречи Жителей наших районов С депутатом Государственной Думы За прекращение Строительства Новой линии метро На участке Да На участке Улица Новаторов До станции Севастопольский проспект Мы Жители районов Академический Гагаринский Ломоносовский И других районов ЮЗАО Выступаем категорически Против строительства Линии метрополитена На участке От станции Улица Новаторов До станции Севастопольский проспект И сопутствующих Работ на Ленинском проспекте Во-первых Данные районы Хорошо обеспечены Транспортом Еще одна линия метро Здесь избыточна Во-вторых Эти районы С давно сложившейся Застройкой Любое масштабное Строительство На Ленинском проспекте Несет колоссальные Неудобства Организуя это строительство Власти города Москвы Грубо нарушили Генеральный план города Москвы И существующие строительные нормы Публичные слушания Были сфальсифицированы Правительство Москвы Проигнорировало Волю жителей Выраженную На предыдущих встречах По этой теме С депутатами Рашкиным И Парфеновым А также На митинге 15 марта Мы не можем смириться С продолжением Этого незаконного строительства Мы требуем Отменить постановление Правительства Москвы От 14 января 2020 года Отказаться От реализации Строительства Линии метрополитена Как противоречившего Генеральному плану Москвы И нарушающему Интересы жителей Прекратить Незаконные работы По переносу Коммуникации На Ленинском проспекте Проводить все Публичные слушания Только в очном формате Прекратить практику Реализации проектов Фактически Проваленных На публичных слушаниях Мы призываем Депутатов Московской городской думы Избранных От оппозиции Поддержать Наши требования И оказать воздействие На правительство Москвы С целью прекратить Строительство Данной линии Метрополитена Просим Организовать В стенах Московской городской думы И государственной думы Круглые столы С целью широкого Информирования Государственных органов И общественности О многочисленных Нарушениях Которыми сопровождается Данное строительство Спасибо С учетом тех двух предложений Которые поступили Во время выступлений Есть предложение Поддержать данное заявление Участник Кто за Прошу проголосовать Поднятием руки Спасибо Если те кто против Воздержались Все Тогда будем считать Что принимается единогласно Значит Это будет Ваш нам Наказ Для дальнейшей работы Спасибо большое За всем Кто пришел Кто отстоял До самого конца Поверьте мне Это видимо Не последнее Далеко будет Так или иначе Встреча и мероприятие Которые потребуют Вашего участия Настойчивость И солидарность В данном случае Это залог того Что власти будут Вынуждены прислушиваться К мнению жителей Спасибо еще раз Спасибо вам Спасибо сотрудникам полиции Которые обеспечивали безопасность Сегодня с вами были Представители коммунистической партии Муниципальные депутаты Ливон Смирнов Елена Селькова Депутат Московской городской думы Елена Янчук И депутат Государственной думы Денис Андреевич Парфенов Спасибо вам Всего вам доброго До новых встреч До свидания Спасибо вам Костян Нас скутки пожалуйста Девушки Еще Здравствуйте Здравствуйте А заметили в этом В этой резолюции В этой резолюции В конце Там не было ничего Насчет завершить Эти работы По переносу коммуникаций А наоборот Сказала Что прекратить Работы По переносу коммуникаций Ну значит Как бы Прекратить Это Как разум победил Ну главное Пусть работает Пусть работает Да Нам главное Не сдаваться Дальше Действовать Когда была заминка Перед тем Как продекламировали Когда мы едины Мы непобедимы У меня было Сильное желание Сказать Это по-испански Ага А ты знала По-испански Еще знаю По-испански А сейчас Забы Эль Пуэбло Унино Тамара Сея Вансида Унино Унино Пугацин Голоса Унино Продолжение следует...